Здравствуйте! Приветствую вас на канале Про Цветок. С вами Ломонос Петр. Сегодня наша речь пойдет о луке. Если вы помните наш предыдущий ролик, там уже было рассказано, как подготовить лук к зимнему хранению. То, что необходимо сделать, чтобы наш лук хорошо хранился. И вот теперь наступила пора уборки лука. Экваторы летом уже прошли, уже движется август, движется осень, и надо убирать лук. Ну, как бы существует очень много заблуждений. Кто-то считает так, что лук надо убирать на 2 августа. Потому что 2 августа Илья, значит, до Ильи надо лук убрать. Ну, это не совсем правильно. Связан с каким-то праздником уборку лука нельзя. Почему? Потому что разные сорта лука имеют разную длину вегетационного периода. Если, например, у лука шалота вегетационный период 90 дней, то его уже до Ильи надо убрать. Если есть сорта, которые 110 дней или 120 дней, надо их убирать еще рано. А есть сорта 150 дней, 180 дней, они еще растут. Поэтому подходим к уборке лука дифференцированно. Растельное само будет нам сигнализировать, что пришла пора его уборки. Значит, ну, самое главное, что не забываем, значит, что перо должно начать полягать. Начать полягать перо, ложится, хотя зеленое. Значит, это первый сигнал, что наш лук созрел, что его уже можно подготавливать к уборке. Значит, ну, рыхлим почву, потому что рыхление почвы будет способствовать оттоку веществ из пера луковицу. Луковица будет более полновесной. Если у нас, например, с 1 августа, а лук наш толстошейка, стоит такой, не ложится никак, толстые побеги, значит, мы можем сделать искусственно его ускорить созревание. Лопатой с двух сторон подрезаем, под углом подрезаем все корни, срезали корни, и все, наш лук начинает засыхать и начинает уже готовиться к уборке. Ну, лук лег, на луке появляются белесые пятна, начинают засыхать верхушки, значит, это все говорит о том, что наш лук уже созрев. И он, вырывать его не надо, потому что пока зеленое перо, отток питательных веществ из листьев идет к луковицу. Луковица будет более крупная, а вот когда он пожелтеет уже, тогда начинаем отрывать. Ну, и вот дальше ошибка многих в чем заключается. Наш лук должен быть хорошо просушен, то есть созрел, мы его с почвы, я же советую лучше не выдергивать, а подкапывать, потому что если выдергивать, можно повредить донце, а повредили донце, это неизменно гнили будет во время хранения. Подкопали с одной стороны, достали ваш лук и положили. Он должен где-то недельку выгрываться на солнышке. Сразу выгрываем один бочок, потом переворачиваем другой бочок, хорошо вызвали на солнце. Лук солнце не боится. Чем больше луковицы побудут на солнце, тем лучше будут храниться зимой. Ну, некоторые берут, как бы сразу связывают плетенки, ну и те плетенки вешают на солнечном месте. Ну, подход, конечно, тоже имеет право на жизнь, он тоже достаточно эффективен. Но именно плетенку надо потом опять же перевернуть другой стороной, чтобы она равномерно просыхала с двух сторон. Если просто убрать такой недозрелый лук зеленый где-то в тенистое место, значит, он будет дозариваться очень плохо. Если будет казаться даже, что он подсох, то знайте, что шейковая гниль ему обеспеченная. А шейковая гниль что такое? Это значит загнивание шейки лука. Она проявляется в зимний период. Вы с этим явлением встречались. Поэтому самое главное условие при уборке лука, когда уже все признаки подошли, уже ваш лук готов, можно его убирать, значит, там хорошая просушка. Просушили на солнце, этим вы уже очень повышаете сохранность вашего лука зимой. Ну, конечно, если ваш лук еще зеленый, вы хотите ускорить немного созревания, значит, делаем калийную подкормку по листьям. 50 грамм калия хлористого на 10 литров воды и просто-напросто обработаем наши листья. Прошли, побрызгали по листьям, отток 5-6 пойдет быстрее, и лук станет созревать быстрее. Так что обращайте внимание вот на эти моменты. Если вы сделаете так, как я вам рассказал, не бойтесь торопиться с уборкой лукой, поступите согласно биологии растения, как оно готово или не готово к уборке. Примените вот некоторые вот эти нехитрые приемы, обязательно просушите ваш лук, он будет хорошо храниться. Но опять, вот замечу один нюанс. Как бы многие убирают лук, бывает дождливая погода. Бывает дождливая погода, и народ недоумевает. Ну вот, лук на улице не высушить. Почему лук на улице не высушить? Потому что идут дожди. А делается очень просто. Мы его будем сушить на улице все равно. Ведь дождь не идет весь день. Сейчас лето. Летом бывает, солнце появляется опять. И большая часть дня все-таки солнечная. Поэтому для того, чтобы наш лук не гнил, а хорошо просыхал, мы его положим на какие-то возвышения. Это можно использовать в обычной пластмассовой ящике. Пластмассовые ящики положили, разложили лук, дождь прошел, протек. Вот, ветер, солнышко просушивает наш лук. Попробуйте. Тоже делается очень просто. Сохранность великолепная. Даже в самую дождливую погоду. Так что вам приятного аппетита, чтобы лук постоянно был на вашем столе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова